МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теплодар – город в Одесской области, основанный в свое время как поселок строителей Одесской атомной электростанции. Отметил юбилейную дату – 40-летие со дня основания. Официальной датой для города считается 15 мая. Однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией все праздничные мероприятия решено перенести на 19 июня. Этого дня с нетерпением ждали все теплодарцы, и праздник удался. Всех теплодарцев с юбилейной датой поздравил городской голова Александр Чуйко. – Всем жителям пожелать здоровья, удачи, а нашему городу – процветания. Хотелось бы, чтобы в нашем городе было уютно, комфортно для всех жителей. Здоровья всем и удачи. С праздником! В торжественном марше, который прошел на площади перед зданием городского совета, приняли участие первостроители города, представители промышленных и производственных предприятий, медработники, учащиеся, предприниматели, члены спортивных и творческих коллективов теплодара. Поздравить жителей города с юбилейной датой в теплодар приехали в этот день много почетных и уважаемых гостей, в том числе представители депутатского корпуса региона всех уровней. От всей души поздравил теплодаровцев народный депутат Украины, представитель оппозиционной платформы «За жизнь» Николай Скорик. Нардеп пожелал городу дальнейшего процветания, а его жителям – здоровья и благополучия. В Одесской области три молодых города. Это Теплодар, Ильичевск, Южный – одни из самых молодых, если не самые молодые города в Украине. И, наверное, Теплодару в этой связи тяжелее всех, потому что канал к морю прокопать здесь достаточно сложно. Но вместе с тем, город, вы видите, что город живет и развивается. Я желаю городу и его жителям процветания, здоровья, благополучия, мира, всего самого хорошего. У одного из символов Теплодара – памятника Кубу, который символизирует собой первый куб бетона, уложенный в основание города на улице Пионерной, прошел митинг, посвященный открытию памятной доски первостроителям 1981 года. После чего были вручены грамоты и награды почетный гражданин города Теплодар, жителю городка Николаю Сороке. Присутствующие депутаты оппозиционной платформы «За жизнь» тепло поздравили всех теплодаровцев с нем города. Жители Теплодара гордятся своей историей и особо чтят тех, кто стоял у истоков строительства поселка. Сегодня в городе с десятитысячным населением проживают более пятисот первостроителей. Это самый наш любимый город, построен нашими руками, и здесь люди со всех концов и не такие, как все везде. Это вам точно скажу. Дружные, работящие. Было трудно, было мало, платили не то, что хотели, но зато дали возможность заработать квартиру, обслуживаться и жить уже для себя. Это большой плюс. От камушка до дерева – это нашими руками. Детки выросли, внуки выросли – это наше. Сегодня Теплодар – один из самых молодых населенных пунктов Одесской области. Естественно, что и значительная часть его жителей – молодежь, которая была и остается основной движущей силой в дальнейшем развитии городка. И хотя последнее время в Теплодаре, как и по всей стране, по известной причине наблюдались некие трудности с рабочими местами, молодежь в основной своей массе не уехала, а остается работать на благо своей малой родины. Активность молодежи ощущается во всех сферах жизни, в том числе и политической. Не исключение и депутатский корпус городского совета Теплодара. Я думаю, что главная гордость нашего города – это наши первостроители, люди, которые 40 лет назад приехали в пустырь и начали строить с первого камня наш город. Ну и, конечно же, наша молодежь, наши спортсмены, которые занимают призовые золотые медали, привозят бронзу. Мы очень гордимся теми ребятами, благодаря которым о нас знают, благодаря которым о нас слышат и видят. Депутаты оппозиционной платформы «За жизнь» Теплодарского городского совета знают о всех проблемах города и активно ищут возможности их решения. Я здесь родился, я здесь живу всю жизнь. Для меня это город родной, он для меня – это мой дом. Я его очень люблю, благодаря нашей команде, команде единомышленников, команде оппозиционной платформы «За жизнь», команде Николая Леонидовича Скорика. Было очень много сделано для города, была немалая помощь. Это немаловажно, так как сегодня город является хоть датируемым, но это ненадолго. Скоро, я уверен, наша громада станет самостоятельна и только в плюс, только к лучшему, только к большим совершениям. Ну а после официальной части всех жителей города и его гостей ждал настоящий праздник. Взрослых и детей радовали веселые аниматоры, развлекали представителей творческих коллективов и музыканты. Угощала сытная ярмарка. По всей центральной улице города, коммунальной, проходили различные спортивные состязания. Народные гуляния, в которых приняли участие почти все жители Теплодара, продлились в этот день до позднего вечера.